Через шесть дней, 16 октября 1924 года, исполнится ровно месяц, как задержали в понедельник 16 сентября 1924 года главу одной крупной компании ЕРСМ Сибири Романа Безрукова. Его задержали в Красноярске по обвинению в хищении. Внимание, какие цифры, какие числа? Более 2,5 миллиардов рублей при строительстве Центра управления связи Минобороны. Счета компании арестованы. Задолженность перед налоговой составляет 270 миллионов рублей. Против компании с мая 1923 года был подан 21 иск на общую сумму около, внимание, 30 миллиардов рублей. От ООО ЕРСМ Сибири выступала подрядчиком по контракту с заключенными между Министерством обороны России и в ГУП Главное военно-строительное управление номер 4 на строительство Центра управления связи Минобороны. Общая стоимость контракта составляла 6 миллиардов 800 миллионов рублей. В связи с неисполнением обязательств договор был расторгнут 1 мая 1923 года в одностороннем порядке. К этому времени готовность объекта составляла только 6%. О, как люди работают! О, какие аферисты! С Министерством обороны! Вась-вась-вась! Договаривались! В общем, там огромное количество исков и тому подобное. Значит, достоверные биографии Романа Безрукова, вот этого вот, у которого есть фотография, но нету, значит, ни даты рождения, ни члены семьи, вообще информации нет. Даже царь Град не мог найти данные про этого кадра, главного афериста вот этого, Романа Безрукова. Он был индивидуальным предпринимателем с 8 по 13 год. Занимался розничной торговлей в Красноярске, зарегистрировал вот эту компанию, которая миллиардный, значит, заказ получила и 2,5 миллиарда похитила. А уставной капитал этой компании, 100 тысяч рублей, это всего-навсего был. Он там был, этот Роман Безруков, генеральным директором и учредителем. Выручка была на конец 23 года у компании, 705 миллионов рублей, и чистый убыток, 189 миллионов рублей. Главное проводить грамотно, правильно, цифры все на бумагах, и все будет хорошо. Компания вот эта, Ермс Сибири, выполняла госконтракты для таких компаний. Внимание, со всеми было вот это вот, вы же понимаете, госконтракты, государственные, а там откатики идут автоматом, постоянно. Значит, какие компании, госконтракт, вот у этой, вот у которой 100 тысяч уставной капитал. Россети, Русгидро, Энтек, Красмаш и многих других. О, как поставлена работа. Компания специализируется на строительстве и проектировании объектов. Вот что значит у Романа Безрукова, а судя по тому, что он ничего не достраивал, и куча исков и долгов, говорящая фамилия, значит, какие связи прекрасны, какие откаты. Значит, и вот 16 сентября, понедельник, стало известно, что в отношении вот этого Романа Безрукова, и Безголового, судя по всему, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Роман Безруков и другие неустановленные лица похитили не менее 993 миллионов 800 тысяч рублей, только по госконтракту Минобороны. Но тут уже говорят 2,5 миллиарда. Эти деньги якобы были направлены на закупку материала для строительства работ, но по факту, по версии следствия, их выводили через банковские счета о велико аффилированных Безрукову юрлиц. Ну, понятная схема, понятная. Подрядчикам по контракту на строительство центра между Минобороны и в ГУП Главное военно-строительное управление номер 4 эта компания была прокладкой. Стоимость контракта составляла 6,8 миллиарда рублей. Вот и вся история, мои дорогие. Вот такая песня. Значит, это один фигурант, дата которого нет. А вот еще прилетело сообщение, которое я вам зачитаю. Еще один кадр. Следственный комитет Российской Федерации сообщает о предъявлении обвинения о получении взяток в особо крупном размере двум офицерам военного представительства Министерства обороны России. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника 49.24 военного представительства Минобороны России Ивана Папуловского и его подчиненного Григория Зорина. Даты найти я не смог. Рождение. Следственным установлено, что ОАО Всероссийский научно-исследовательский проектно-коструктский институт кабельной продукции и ЗАО Торговый дом Всероссийский научно-исследовательский проектно-коструктский и психологический институт кабельной промышленности В рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В 2021 году еще представители данных предприятий вступили в сговор с Папуловским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и приверенций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки. С 2021 по 2024 год обвиняемые получили взятки на общую сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечениями беспрепятственной приемки указанных предприятий продукции, военного назначения и работ, выполняемых по заключенным государственным контрактам и договорам, а также осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа. Общее покровительство. В ходе следствия фигураты признали свою вину и в данный момент проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. Вот как работает Александр Иванович Бастрыкин, о чем он на совещании, о котором я видео записал, говорил, как надо проверять оборонный заказ, ловить их всех, все их имущество описывать, не дать им убежать за границу, попрятать там все подряд, экспертизы проводить как следует и так далее. Вы это видео смотрели. Значит, нашел я тут про этого Популовского еще информацию. Значит, его арестовали ровно в тот же день, 16 сентября, понедельник, как и этого Романа Безрукова. В один день. Значит, возбудили уголовное дело и началась история. Так, это тоже здесь сайт есть. Значит, часть 6 статьи 290, получение взятки в особо крупном размере. Знакомая статья 4, 159 и часть 6, 290. Вот между ними, как между двух тополей, мы ходим и записываем видео и говорим, как ай-яй-яй, все это плохо и нехорошо. Значит, дело продолжается, будут новости, дат пока нет. Не могу, как сказать, конкретику какую-то дать. Но то, что понедельник, это все началось, это еще вилами на воде писано. Хорошие информации и данные появятся позже. Я вас буду информировать. Спасибо, что выслушали. Подписывайтесь, распространяйте это видео. Голос уже все. 15 видео записал. Это здорово. Пять часов уже записываю. Значит, жду донаты, жду на приеме. На сегодня все. Низкий вам поклон. Большое спасибо. Воскресенье будет продолжение. Расскажу про дело убийства, значит, нашего замечательного певца. Игоря Талькова и Валерия Шляфмана, его убийцы. Вы знаете, что Следственный комитет продолжает этим делом заниматься. Проведены экспертизы и многое другое интересно. Об этом расскажу. Там очень интересные сакральные даты вокруг Игоря Талькова. Я сам этого не ожидал, когда посмотрел все эти даты. Дата рождения, год, когда у него был какого дня, я скажу. И дату гибели. Они совпали по дням недели. Это очень важно. Тоже все было не случайно. Ну, про этого Валерия Шляфмана, определенной национальности персонажа, авантюриста и так далее. И несмелого, мягко говоря, человека. Значит, тоже расскажу. На сегодня все. Большое спасибо. Доброй всем ночи. У нас сейчас уже 12-й час ночи. Пока все доделаю, выгружу, залью информацию, будет уже заполночь. Спасибо огромное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова